Добрый вечер, коллеги! Как меня слышно? Давайте проверим звук. Как? Света, ты про то, что меня слышно, или про то, что мусор вытянуть нужно из головы? Слышно? Отлично. Громко? По десятибальной шкале, по громкости как? Я стараюсь говорить тише. О, десять даже. А если вот так сделаю потише, немножко будет? Сейчас чуть убавила. Хорошо, все, отлично. Здравствуйте, я рада вас приветствовать. Мы начинаем, чуть-чуть задержались. А, десять, это хорошо, все, поняла, Леночка, спасибо. Мы начинаем, чуть-чуть задержались, но осознанно задержались, для того, чтобы вы действительно посмотрели. В моей команде принято, что мы заходим за полчаса, для того, чтобы посмотреть полезное видео. Вижу, что люди присоединяются тютелька в тютельку и чуть-чуть с опозданием. Итак, сегодня будем смотреть мою историю, моего обучения. Я поставила новый слайд в этой презентации, потому что он более ближе мне, чем предыдущий, который был в образце. В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Для меня вот эта фраза очень важна, но она действительно для меня играет большую роль, потому что на протяжении всей жизни я прошла очень много этапов становления. И мне всегда приходилось именно не просто учиться, а доучиваться и переучиваться, потому что я приобретала новые профессии, новые направления, новые компетенции. И когда ты умеешь это делать и делаешь это осознанно, то в твоей жизни однозначно проблем не будет. Ты будешь всегда в тренде и всегда будешь успевать за жизнью и за тем, куда ты устроился на работу или пришел, где строить бизнес. Итак, давайте немножко познакомимся. Кто-то, может быть, меня не знает. Зовут меня Курячая Татьяна. Я проживаю в городе Миаси, звание я Рубиновый директор. Но я сегодня буду говорить очень много про себя, поэтому, в принципе, этого достаточно на первоначальном этапе. Итак, образование в моей жизни проходило в Казахстане, в стране, в городе Джатыгара, средняя школа номер 7. Вот такая была девочка, перепелочка. Закончила я десятилетку, у нас тогда не было одиннадцатых классов. Получила два аттестата на казахском языке за восьмой класс и за десятый класс. Ну, школа это школа, обучение это обучение, как у многих и у других. Конечно же, в моей жизни были учителя, которых я не забуду никогда. Это преподаватель русской литературы Светлана Викторовна, она Сиванкаева. Я ее не забуду никогда, потому что она помимо уровня знаний, которое нужно было по литературе и русскому, она давала нам понимание жизни. Причем не просто понимание жизни, а именно отношение к жизни, отношение к любви, отношение к работе, отношение к людям. Мы проговаривали такие интересные вещи, которые, может быть, кому-то не повезло, такого не было. Мы читали блока вслух, мы говорили, тогда было, в те годы было запрещено, запрещен был Высоцкий. Мы читали Высоцкого, его тайные стихотворения, мы читали запрещенные стихотворения Есенина. Но это она делала не просто для того, что это запрещено, и вот она решила с нами поделиться, а для того, чтобы мы росли личностями. И вот действительно в нашем классе, кто обучался на ее уроках, практически каждый стал именно личностью. Каждый нашел свой путь, свое движение. У нас очень много в классе достижений людей, которые действительно и бизнесмены, и очень много где продвинулись. То есть она воспитывала из нас людей. Преподавателей было огромное множество. Кого-то мы любили, кого-то не любили. Но вот именно этот преподаватель в моей жизни сыграла огромную роль. Она показала, как надо жить, как нужно относиться к людям, и что нужно делать в этой жизни для того, чтобы чувствовать себя, знаете как, чтобы уважать себя самому. Потому что самое важное, когда ты уважаешь сам себя. Если ты себя сам уважаешь, ты никогда себе не позволишь никаких вещей, каких-то оплошностей, хотя мы все проходили через ошибки. И вот в этой ситуации очень сыграла большую роль действительно вот эта моя учительница. Давайте дальше двинемся. Там же в школе я прошла профразвитие в рамках школы. И получила свидетельство швея, мотористка, дизайнер. Я выбрала этот путь. У нас были такое вот специальное обучение, и нам выдавали вот такие свидетельства. Но важно другое. Там тоже был преподаватель, которая не просто давала технологию пошива, технологию кройки, шитья. Она в нас развивала тех людей, которые чувствуют стиль, которые могут создавать свой стиль. И я, прям у меня был шикарнейший альбом, в котором я создавала свои модели. Почему об этом решила вам рассказать? Потому что далее, в следующем слайде, вы поймете, о чем я говорю. Мое первое обучение было вот именно школам. И мечтала я быть актрисой или дизайнером. А пошла я учиться в электромеханический техникум. Так получилось, что я поступала в институт актер театра и кино. Не поступила. И пошла сразу же в электромеханический техникум. Когда я была в электромеханическом техникуме, мне приехал прям преподаватель ко мне в город Миас. Это уже было в Миасе. Приехал ко мне и предложила мне и сказала, давай я напишу. Я напишу, вот в Челябинске есть такой институт, в котором ты можешь стать дизайнером. Но я как-то вот побоялась перевестись. И вот из-за того, что вот сработал вот этот страх, я не пошла по этому пути дизайнера. Возможно, я была бы, может быть, известным дизайнером, как сейчас, как Рогов или кто-нибудь, или как Юдашкин, я не знаю. Но на тот момент действительно у меня это очень хорошо получалось. Но я приостановилась. Страх сработал. Но есть такая ситуация. Не всегда, не всегда страх работает против нас. Не всегда то, что мы делаем, но это вот я по себе сужу. Не всегда то, что мы делаем, работает в минус нам. И поэтому решила вставить такую фразу, ни одна ситуация не происходит случайно. В этом мире нет случайностей. Все закономерно. И далее в следующем слайде вы увидите и поймете, о чем я говорю. Итак, мои родители всегда были мне друзьями и вдохновителями. Они действительно понимали, они доверяли, они очень многое для меня сделали. Они всегда спрашивали, чего я хочу. И только потом говорили, что хотят они. Они не навязывали свою точку зрения. И мне в семье было очень комфортно жить и очень комфортно развиваться. Но для социальных структур я была как кость в горле. Я была забастовщик. Ну, многие, кто меня сейчас знает, знают, что до сих пор я забастовщик. Это уже от природы, оттуда. Возможно, потому что первоучительница учила нас быть личностями и не быть как все. Может быть, оттуда это шло. Может быть, потому что уже в таком раннем возрасте мы читали такие стихотворения, которые вообще не читалось нигде. И знаете, как мы переписывали. Нам давала она книжки эти. Мы их переписывали в тетрадочки. И потом их перечитывали много-много раз. И даже была такая ситуация, что когда я бастовала, конечно же, и моя учительница, и мои родители говорили, Таня, ну потерпи. Мир, он... Мир, он... Знаете как? Не идеален. И не все будут к тебе относиться так, как хотела бы ты. Главное, чтобы ты относилась к людям с уважением. А все остальное мир подождет. Наступит твое время, когда ты сможешь действительно реализоваться полностью и именно сможешь стать той личностью, о которой ты мечтаешь. Времена были тогда другие, 70-е годы, и свобода мышления совсем не приветствовалась. Это вот... Это было однозначно. Те, кто родился в те годы, они помнят эту ситуацию, что не все можно было говорить, не все можно было делать. И я поэтому сейчас очень счастлива, что я живу в таком мире, в такое время, когда я могу и делать, что хочу, и говорить, что хочу. Но вот те заложенные принципы именно теми учителями, как родители, и именно преподавателям литературы, заложенные во мне, они не позволяют делать плохих моментов. Итак, школа-десятилетка, попытка поступления в Красноярский институт искусств, я вам уже говорила, в конечном итоге электромеханический техникум в городе МИАС. В общем, вступила я во взрослую жизнь оператором станков программного управления. Вот диплом, который я получила, техник-технолог и все остальное. И там был выбор, когда я могла или просто работать, ну, чисто по наитию, но и там появился учитель, наставник, который меня направлял, который мне рассказал все, что нужно делать, и уже исходя из этих направлений, из этого обучения, я уже выстраивала свою жизнь. Но об этом я говорила в предыдущих вебинарах старителлинг, вы можете их посмотреть. Совсем не то, о чем я мечтала, конечно же, но по моим способностям учителя пророчили быть художником-модельером, об этом я вам сказала, но так сложилось. В общем, я считаю, что важно воспринимать все ступеньки жизненного пути как должное. Ведь ничего не бывает просто так. Благодаря этому пути я встретила своего будущего мужа и родила моих сыновей-близнецов. А это огромнейшее счастье в моей жизни, это та частица огромного счастья, которая присутствует в моей жизни до сих пор, и которая не просто присутствует, а активно присутствует. И вы все знаете, или многие знают, что и сейчас мы уже с сыновьями строим совместный бизнес, а не в компании Фаберлик. То есть вот если бы тогда я ушла по другому пути, возможно, не было бы Фаберлик, и возможно бы не было моей тройни. То есть вот этот путь, он привел меня к тому, что я приняла, да, хорошо, раз так случилось, я буду так и действовать. И уже здесь, на этом этапе пути, я начала искать тех учителей, которые направят меня далее и дадут мне новый этап развития. Ну и далее у меня получилось мое переобучение. Счастье, то есть у нас было, дети, но счастье было без денег абсолютно. Завод, станки, синие халаты, любовь и замужество дали мне мое счастье, рождение моих троих сыновей, трооняшек Алексея, Максима и Павла. И потом уже в конечном итоге произошла смена профессий, и их было очень много. Какая же смена профессий происходила у меня после того, как я была оператором станков программного управления? Это 90-й год, в стране кризис, денег не хватает, одеваться и кормить их детей нечем, перебивались как могли. И в тот момент я приняла решение выйти на другую работу и оставить присмотр за детьми нашим бабушкам. Я приняла решение изменить, то есть вот этот протестант, который кость в горле решил все-таки сделать другую жизнь для своей семьи, для себя. Но еще у меня была фраза, которую я вот сегодня случайно нашла и решила вам, с вами ею поделиться. Знание – это сила, незнание – это рабочая сила. И я понимала, что я не смогу длительное время быть рабочей силой. Я не могу быть под кем-то, я не могу, чтобы кто-то мною командовал, управлял – это другое, но командовал – для меня это было катастрофа. Я понимала, что я не могу, знаете как, я не могу расправить крылья, я не могу куда-то взлететь и что-то сделать такое, которое не относится к заводу. Поэтому я приняла решение и выбрала другую работу. Но она была не одна. Мое переобучение началось с того, что, простите, мое переобучение началось с того, что я пошла в центр занятости. То есть я уволилась оттуда, поступила в центр занятости, и там была возможность поработать с психологом. И психолог со мной очень хорошо, это вот следующий был учитель, который раскрыл во мне определенные направления. То есть мало того, что она с нами работала и объясняла нам, как найти работу, как вести себя, как жена с мужем, как вообще стать хорошей хозяйкой, как стать хорошей женой, хорошей матерью. Но помимо этого она еще, мы проходили огромное количество тестов, и это было следующее такое неординарное обучение, где она уже потом выводила определенные направления, по которым мы можем двигаться и развиваться. И я ей очень благодарна, потому что на самом деле именно она сказала, тебе, у тебя математический склад ума, тебе нужно в первоначальном этапе пройти курсы бухгалтеров. То есть попробуй, это тебе может пригодиться. Честно скажу, что бухгалтером я не работала ни одного дня, но мне было интересно, закончила я эти курсы на отлично, получила удостоверение, до сих пор оно у меня есть. И вот это курсы бухгалтерии, они мне помогли в будущем считать, выстраивать стратегии, прописывать планирование, планирование, умение, понимание, как вообще двигается, что куда. То есть вот эта бухгалтерия, вот эти курсы, они на протяжении всей моей жизни сейчас очень мне хорошо помогают мыслить. А когда ты строишь бизнес, то на самом деле именно математический склад ума должен быть. Если его нет, его нужно обязательно развивать. И я вам, хоть и не пошла бухгалтером, я пошла по другому пути, но все равно я развивала в этом направлении вот это умение, вот это обучение, которое я прошла. Я начинала с продавцом, продавцом в маленьком ларечке на остановке, затем продавец на базаре, потом продавец в магазине колготок, потом старший продавец в отделочных материалах. Я все время где-то поднималась, поднималась. То есть знаете как, своего рода у меня был карьерный рост, только единственное, что я не переходила в одном месте по карьере вверх, а я просто находила более нужное место, более сильное, где я смогу работать в более высоком статусе. Я понимаю, что опять еще раз повторяю, здесь сыграли большую роль, во-первых, мои родители, которые всегда воспитывали из меня личность, здесь сыграла роль тот преподаватель, учитель литературы, которая воспитывала из меня личность, и я шла по этому пути, как бы ни было трудно, но я все-таки это делала. Управляющая в магазине элитных колбас, товаровед, кассир крупного гастронома, и здесь знающие меня люди пророчили мне быть директором этого гастронома, и здесь бухгалтерия очень хорошо мне помогла. И в тот момент на моем пути встретилась компания «Русская линия», сейчас она «Фаберлик». Почему я вам это написала, об этом, обо всем вы можете посмотреть в предыдущих моих вебинарах в «Старитейлинг», но те, кто пришли вновь на мой вебинар, на мою историю успеха, я должна показать, какой путь я проходила. Итак, мое первое обучение сетевика, когда я пришла именно в сетевой маркетинг. Вот этот слоган «Как нельзя лучше» подходит ко мне, потому что я на самом деле именно так всегда себя убеждала и так мыслила. Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься. Я приняла осознанное решение не просто зарабатывать деньги, а стать именно профессионалом своего дела. И началась новая, неизведанная, интересная жизнь моя сетевика. Здесь, знаете как, я даже, вот здесь я не записала, но я скажу, начиналось все с малого. Я не понимала многих фраз. Я, например, не понимала, что такое перфторуглерод. Я не понимала, что такое липиды. Я не понимала, то есть вот то, с чем мне приходилось работать, составы, ингредиенты, я не понимала. И для того, чтобы мне легче было запомнить, я начинала с этого пути. Я завела себе блокнотик и туда записала конкретные названия, которые я не понимаю. И описание этих названий. И когда мне приходилось кому-то что-то рассказывать, то я просто, если понимала, что я не могу объяснить, я не могу вспомнить, я не стеснялась, я не боялась, что я не знаю. Я боялась, что я не донесу до человека истинную правду. Я заставала этот блокнот, извинялась перед этим человеком и говорила, вы знаете, я не косметолог, но я очень хочу этому научиться. Но я записала все, чтобы вам сказать, чтобы вам действительно донести истинную правду. Я зачитывала, какой ингредиент, как работает. То есть у меня даже вот такой путь обучения был. И в жизни сетевика у меня начался путь. В июне 2001 года я получила первый сертификат по косметологии. Я благодарна своему прямому наставнику Зыряновой Вере Борисовне. Она пригласила к нам косметолога из Екатеринбурга, конкретного человека, которая, я даже вот честно, я не вспомню ее имя и фамилию, но сертификат до сих пор лежит у меня в папке. У меня, я после этого сертификата завела себе такую толстую папку в жестком переплете с файлами, с красивыми. И каждый сертификат от своего обучения вкладывала в эту папочку. Сейчас у меня папка очень большая. Я не считала, сколько у меня сертификатов, но их более 40 штук, это однозначно. То есть я после каждого обучения старалась получить или сертификат, или диплом, для того, чтобы я могла показывать людям, которые приходят ко мне, как консультанты. Точно так же, когда приходили ко мне клиенты, я доставала эту папочку и говорила, я прошла вот это обучение, вот это, вот это. Я, может быть, не совсем уверенно себя чувствовала в начале пути, но я показывала сертификаты и люди... Знаете, как вот, кто был в парикмахерской, поставьте мне, пожалуйста, плюсик, чтобы я понимала, кто был в парикмахерской, кто ходил, стричься или краситься. Вот Лена у нас была, нисколько не сомневаясь, Леночка у нас всегда очень красивая, и всегда у нее очень красивая прическа. Светлана, это точно. Света очень любит красивые, изящные прически, покраски, и всегда она в форме. Комплиментов вам говорю, но на самом деле, вот правда, мне кажется, что каждый человек приходит в парикмахерскую, люблю профессионалов, вот правильно Светлана говорит. спасибо тем, кто дописывает у нас, еще кто был в парикмахерской, а я продолжу. Когда мы приходим в парикмахерскую, то чаще всего мы видим на стенах сертификаты, дипломы, спасибо, Валентина. Мы же видим там сертификаты и дипломы, мы уже читаем, где человек обучался, какие дополнительные курсы он проходил, что он вообще, что он умеет, и это действительно очень так визуально подстегивает, и ты понимаешь, что ты пришел к определенному профессионалу. Представьте, если бы в парикмахерской или в косметическом кабинете, или, например, еще куда-то вы пришли бы к массажисту, вы не увидели бы количество дипломов, количество сертификатов, то как бы вы относились к этому человеку? Вы бы сомневались. Это ладно, если он по рекомендации, а если нет. Поэтому я для себя завела такое правило и потом приучала всех своих консультантов, которые проходили обучение, чтобы они делали именно такие папочки и складывали эти все сертификаты, все дипломы о прохождении. И когда я открывала эту тетрадку, я пока, вот этот альбом, я показывала, то люди начинали ко мне относиться совершенно по-другому. Они задавали вопрос, ого, где вы были, и вот я благодарна своему первому наставнику, которая меня просто затащила на это обучение, и у нас мы проводили это обучение в классе, на стол, на обычный парт, на обычную парту ложили человека, подстелили ему там подушечку, и на человеке она прям показывала, как делается мастер-класс, она объясняла, что нужно делать, этапы вообще ухода за собой и многое-многое другое. Как работают продукты, как работают составы, и вот это было мое такое огромнейшее обучение с получением сертификата и с печатью, с печатью и с подписью. И после этого я уже более свободнее пошла к клиентам и ко многим, ко многим другим. Правда, рекомендую, если у вас рядышком находятся ваши наставники, или есть места, где вы можете получить подобное обучение, я рекомендую, вы тогда намного лучше будете чувствовать себя перед другими людьми. В октябре 2001, в этом же году, только в октябре, я уже была на форуме в Москве, и там было обучение от Риммы Корнеевой, от Марины Ковалевой, там было огромное множество обучений от наших директоров и драгоценных директоров. То есть я вот сейчас даже не вспомню количество фамилий, которые стояли на сцене. Я это слушала с открытым ртом, я понимала, что насколько мало я знаю, я просто впитывала эту энергию, вот этот уровень знаний, потому что мне это безумно нужно было. Я понимала, что если я впитаю, то я смогу уже впоследствии так же, как они, говорить в начале при людях, потом смогу выступать на сцене. Меня это очень сильно воодушевляло, вот этот профессионализм. Я видела, какой у них грамотный язык. Я понимала, что у меня этих компетенций абсолютно не хватает. И поэтому впоследствии я, естественно, уже себе сделала пометки, где у меня не хватает каких компетенций. Это сейчас я знаю, что это вообще, чего у меня не хватает, что это называется компетенция. Тогда для этого понятия у меня даже не было. Оно у меня появилось впоследствии от Бориса Марковича Островского, и об этом мы тоже поговорим. Так вот, в декабре 2001 года я открыла свой первый пункт выдачи. Раньше он не был пунктом выдачи, это был склад простой. И я понимала, что даже то, что я уже получила, я уже хочу передавать людям. И даже на маленьком уровне, вот совершенно в малюсичной комнате под лестницей я выдавала и отдавала своим консультантам, показывала, как делаются мастер-классы, рассказывала о том, что я получила на форуме. То есть, я брала и отдавала. Это очень полезно в обучении, потому что, если вы только обучаетесь, это мне, это спасибо огромное, Светлане, за вот этот опыт, потому что именно она привила, она сказала, если ты только пополняешь свой уровень знаний, но не отдаешь, у тебя в конечном итоге просто мозг заполнится и нового вливания не будет. И вот на этом пункте, а-ля пункте выдачи в складе маленьком, крошечном я вот уже передавала то, что получила в первоначальном пути. В феврале 2002 года открыла квалификацию директора. Может быть, как раз из-за того, что я обучалась и передавала. Может быть, из-за того, что я просто взахлёб вот это брала, мне этого нужно было, и я взахлёб об этом рассказывала, потому что это было так интересно, это было так красочно, то, что я услышала, мне хотелось поделиться с каждым на улице, с каждым человеком, который попадал вообще в зону действия трёх метров от меня, мне хотелось с ними поделиться тем, что я узнала. В марте 2002-го я её подтвердила, да, раньше были условия открыть и подтвердить подряд два каталога. Тогда были месяца, тогда были не периоды. В апреле 2002-го года у меня вырос мой первый директор, и это было счастье, то есть, получается, что меня повторяли, я училась, я передавала, они учились, они передавали, и за счёт этого процесс ускорился. Те, кто пришли ранее на мой вебинар, видели, я поставила видео от Алекса Яновского, как делать ускорение, но Алексей Яновский появился у меня уже позже. Итак, мой первый результат, казалось бы, был шикарный результат, и всё было бы хорошо, двигаясь дальше, рост не за горами, но наступила череда рутинной деятельности и повисания в процессах. Я открыла большой склад и очень много посвящала своей жизни именно коробкам, продукции, консультантам, то есть, где-то обучалась, где-то нет, где-то передавала, но где-то именно повисла в рутинных процессах своей работы. Это только сейчас я понимаю, почему тогда зависла я на несколько лет, это сейчас я понимаю, и об этом вы поймёте далее, когда я начну рассказывать, но всё равно было так здорово, то есть, хотя была рутина, но были ли такие отношения, такие встречи, такие знакомства, мы радовались за успех каждого. Это вот, мы были на обучении у Светланы и Олега Заварухина, где нас поздравляли, где нас выводили на сцену, это вот такая была импровизированная сцена, где мы каждый делился тем, что мы изучили на обучении у Светы и Олега. Это было так вообще красочно, и самое важное, что я понимала, что я хозяйка своей деятельности, я тот вот забастовщик, которая та личность, которая сама себе хозяйка, а не под кем-то. Да, я была под наставниками, но они давали мне свободу действий, они меня, не то, что они меня отпустили во своясь, они меня всегда направляли, и это были вот эти этапы обучения, направления, куда идти, зачем идти, что нужно делать на каждом этапе. И я понимала, что я нужна людям, у меня совершенно другая интересная жизнь началась, наполнена новыми впечатлениями, но оказалось, что я просто не была готова к новым свершениям и новым обстоятельствам, на самом деле, потому что иногда мы вырастаем быстро, а наш мозг и наше понимание не успевает за ростом техническим, то есть тогда я очень быстро, но не то, что технически выросла, но очень быстро выросла за три месяца, а мой мозг еще не дорос до этого понимания руководителя, хоть я и стала руководителем структуры, хоть я и стала руководителем, и у меня уже директор появился, но мой мозг был недостаточно готов к тому, чтобы что-то делать по-другому, я делала те же самые привычные действия, это вот потом я уже узнала, что уровень моего развития был, ну, знаете, как образно говорю, с рюмочку, и стоял потолок на заработок, я понимала, что мой доход выше прыгнуть своей головы я не могу, мне тогда казалось, что я уже зарабатываю бешеные большие деньги, а если ты, например, считаешь, что ты зарабатываешь огромные деньги, то мало того, что ты себе ставишь потолок, который я себе ставила, но ведь я ставила такой же потолок своим людям, которые были в моей команде, потому что мне не хотелось зарабатывать больше, может быть хотелось, но в принципе это было не критично, потому что на тот момент, конечно, мой доход вырос очень резко, очень быстро, причем в разы, буквально, наверное, в 9 или в 10 раз он вырос, мне казалось, что вот оно счастье, прелесть, но ставя себе потолок и ставя потолок своим людям, я не шла на какие-то такие более глобальные обучения, потому что этого я просто не понимала, не понимала, прошел еще какой-то промежуток времени, и я вдруг поняла, что буксую на месте, то есть квалификация та же, но мало того, что квалификация та же старшего директора, тогда не было старшего, но объем как у старшего директора был, но и, понимаете как, и объем баллов не рос, и я понимаю, что я буксую, мне круто жить, мне весело тусоваться, я езжу на мероприятие, я где-то черпаю знания, причем приличные знания, но я их не применяю, потому что я не знаю, куда их применить, именно тогда начался новый процесс, процесс моего личностного развития, потому что прежде чем получать профессиональный уровень знания, обязательно нужно себя, как личность, развить и поднять, а не жить только тем прошлым, которое тебе дал, например, учитель в твоей жизни, и вот здесь вот как раз и началось освоение новой деятельности, через обучение новой профессии, я просто зачитаю вам, потому что очень много чего я прошла, я записала только часть, и на каждый вот этот пункт, который я написала, у меня есть сертификат, в 2002-2004 годах, то есть на протяжении всего этого, было обучение на школе повышения мастерства в Челябинске у Светланы и Олега Заварухиных, у моих любимых наставников, у тех людей, которые действительно меня окунули в этот мир, конечно, помимо Светланы и Олега у меня был наставник Лысенко Александр, с которым мы делали вместе мероприятия, который давал своего рода обучение, который совместно, мы вместе делали обучение для других людей, но вот такие, вот знаете, как масштабные обучения, которые действительно меня меняли жизнь, вот я о них и на то, там, где я получила сертификаты, я вам решила написать, я благодарна вообще своим наставникам Изыряновой Верой Борисовне за тот опыт и за те знания, уровень знаний, который она давала, и Лысенко Александру за тот опыт и уровень знаний, который он давал и какое сопровождение он давал, и вот пошел процесс, видоизменения меня. Простите. Итак, просто зачитываю. 2002-2004 школа повышения мастерства в Челябинске у Светланы Олега Заварухиной. В 2003 году обучение Международной Академии Лидерства в Москве у Софьи и Марка Атласовых. В 2005 тренинг создания эффективной бизнес-группы, технологии, методики обучения от компании Фаберлик. В 2006 году тренинг Результативные переговоры и эффективное заключение сделки у психолога и бизнес-тренера Ирины Бочкаревой. Очень благодарна вот за этот тренинг. Я вообще каждому благодарна преподавателю, учителю, которые дали мне уровень знаний. Но вот благодаря вот этому тренингу у меня я стала по-другому действительно в короткие сроки проводить бизнес-встречи более результативной. Это действительно супер. 2006 год. Трехмесячный курс формирования и развития лидерства. Здесь были преподаватели Устратова Светлана. Она давала нам технологию именно визажа. Это была косметолог Калашникова Екатерина и она нам давала тонкости как работает все кожа что внутри. Это был такой багаж знаний просто вообще нереально. Я им огромно благодарна им за вот этот опыт за это обучение и за этот уровень знаний. Имидж преподавали не помню преподавателя но огромное спасибо я стала понимать вообще как сочетать цветовые гаммы. Технология продаж и рекрути рекрутинга Мазаева Татьяна вот спасибо Светлана технология продаж и рекрутинга не помню кто преподавал но могу сказать были в преподавателях Олег Заварухин Светлана Заварухина Лысенко Александр всех я назвала свет не знаю Устратова Калашникова вот Мазаева Татьяна Сажава Ирина не помню правда вот простите а золотые продажи да 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 Ира Сажаева давала такую тему как продавать много и мощно я тогда впервые вообще просто была поражена как это можно делать легко как это вкусно можно работать с клиентами и как это можно вкусно зарабатывать Бочкарева давала ну вот насколько это давно было я уже у меня столько было обучения что у меня стерлось и так косметология визаж имидж технология продаж рекрутинга проведение презентации промоутерства команда образования лидерства организации проведения мероприятий публичное выступление ораторское искусство это однозначно давал Олег Заварухин это было настолько интересно три трехмесячный курс буквально видоизменил нас я не знаю то есть вдруг все легло по полочкам вдруг благодаря этому курсу я создала первое обучение для своей структуры то есть я просто брала этот материал и смотрела что и как я могу преподать как я могу кого включить в этот процесс то есть вот тогда была первая система обучения в городе Миаси именно в моей команде которая была именно в Миасе то есть в Челябинске у меня была структура и вот благодаря этому мы уже продолжали передавать этот уровень знаний в 2007 году семинар профессионализация лидерства разновидности психотипов людей и методы сотрудничества с ними это были Заварухин и Светлана и Олег это было Демидова Евгения это была Ирина Бочкарева и было руководство компании я не помню кто из руководствов ну это было просто мощно я просто помню насколько у меня взорвался мозг он просто стал видеть совершенно другие понятия в этой жизни и не просто в сетевом а именно в жизни как как уметь взаимодействовать с людьми как Клевцова Ирина и Коцарь Леся вот спасибо огромное Светлана вот представляешь фамилии там не записаны все я не помню я просто я просто помню свое состояние после этого обучения после этого семинара этого тренинга это было полное погружение по-моему на три дня если я не ошибаюсь это три дня мозгового штурма и просто реформация самой себя когда ты начинаешь вообще понимать где ты делаешь промахи где ты говоришь не так где ты действительно человека манипулируешь а нужно мотивировать вот все сразу сплыло наверх Ирине Бочкаревой благодарна вот именно за технологию разновидности психотипов людей и работы с ними я после этого очень ярко и точно начала видеть с кем и как именно работать как преподносить одну и ту же информацию по-разному я тогда начала понимать как приглашать в бизнес разные психотипы людей потому что мы я понимала вот что я допустила такое огромное количество ошибок когда я всех одинаково а люди то разные у них интересы то разные они смотрят на этот мир и на это на наш бизнес по-разному а при поднося все одинаково это просто вообще я прям вот даже не знаю если бы Ирина Бочкарева еще раз преподала бы вот этот вот вот этот тренинг и если бы подобное что-то еще создать для тех людей которые не проходили этого я думаю что у нас огромное количество профессиональных рекрутеров бы прибавилось профессиональных бы руководителей прибавилось потому что это было очень мощно она сейчас в Челябинске готова дать нам тренинг до декабря супер вот это вот точно надо он очень сложный коллеги там действительно ты начинаешь понимать кто ты ты начинаешь понимать кто вокруг тебя ты начинаешь понимать кто приходит к тебе в команду и ты начинаешь понимать что вообще все с этим делать то есть появляется вот как раз вот та лояльность по отношению к другим людям то отношение грамотное все становится по другому это на самом деле в 2007 2013 года это проектные сессии по повышению уровня компетенции это создание проекта развития меня и моей структуры запуск проекта по организации исследованию новых территорий и новых бизнес процессов это Борис Маркович Островский как мне Дарья вчера вам рассказывала про Бориса Марковича Островского я скажу то же самое как мне было в начале тяжело мне даже всегда было на протяжении всего обучения у Бориса Марковича Островского очень тяжело но первый этап тяжести что я не могла поменять себя потому что я привыкла жить по другому я привыкла мыслить по другому и вот этот масштаб видения бизнеса в рамках сетевого маркетинга в рамках компании Фаберлип но по другому методология технология методы компетенции коммуникация и многое многое всего такого это было я знаете я даже ревела я помню как он меня ломал боже правый мое знакомство с ним было еще тогда когда это было на уровне компании в 2005 году когда по моему 2005 я не помню но по моему точно когда Борис Маркович Островский у нас были технологии именно распределения по регионам и когда меня вытолкнула моя группа в моей группе был Олег Заварухин и я так злилась на него на Олега Заварухина что он меня вытолкнул что он меня бросил под танк и только сейчас я понимаю огромное спасибо Олегу Заварухину который сказал иди курячь ты справишься и когда я вышла и чувствовала себя боже правый вообще кто я кто здесь рядом с Борисом Марковичем Островским но в тот момент Борис Маркович Островский сказал очень хорошую фразу прыгай я говорю куда прыгай он говорит просто прыгай я говорю высоко далеко направо налево назад куда прыгай зачем прыгай почему прыгай и он сказал понимаешь вот ты задаешь огромное множество слов зачем прыгать куда прыгать как прыгать а нужно ли прыгать да не хочу я прыгать вот из-за того что ты задаешь такое количество слов ты никогда не прыгнешь в бизнесе и не рванешь и никогда у тебя не будет прироста, как я на него тогда обиделась. Но я правда не понимала, как прыгать, куда прыгать и зачем прыгать. Это только потом я понимала, спасибо огромное за эту фразу, прыгай. И я понимаю, что как только мне нужно куда-то расти, куда-то двигаться, я просто понимаю, нужно просто прыгать, не важно куда, не важно как, просто прыгать и нестись к своей цели, к своим достижениям. И вот эта проектная сессия от Бориса Марковича Островского, я, по-моему, только одну сессию пропустила, все остальные я полностью прошла. Я просто понимаю, что я стала совершенно другим человеком. И самое интересное, что именно на этой проектной сессии я создала тогда, я, знаете, как заложила тогда в своих мыслях именно проект, который есть сейчас. Именно тогда я заложила в своих мыслях, я тогда говорила, мне мяса мало, я вот такая крутая, я жду трамвая, я вот хочу масштабности, мне хочется другие страны, мне хочется чего-то большего, мне чего-то хочется, и он меня ломал для того, чтобы я что-то создала большее. А у меня не получалось, я постоянно возвращалась к своему а-ля складу, к своим каким-то вот таким шуршанием на одном месте, каким-то вот, знаете, повисанием вот в этом пространстве, и не было прыжка. Но он меня ломал, и огромное ему спасибо. Но именно тогда, именно там зародилось вот это, то, что сейчас происходит со мной. Именно тогда тот масштаб, который я заложила, маленький, позволила себе попробовать туда взглянуть. Именно сейчас это происходит. Причем он тогда требовал. Напиши через полгода, через год, через пять лет и через десять. Ведь мама родная, какие пять лет, какие десять лет, мне бы хоть до года тут справиться, до трех лет справиться, а какие десять лет. И как я себя ломала. И как я определяла свою схему самоорганизации. И как я поняла, что моя схема самоорганизации, она вообще никуда не годится. Я ее, я просто кому-то всегда старалась что-то попасться под руку, для того, чтобы меня разозлили, на меня накричали, мне сделали больно, и тогда я только прыгала. И вот эта схема самоорганизации длительное время, на протяжении многих лет моей жизни была во мне. Я сама нарывалась, как говорится, а-ля на комплименты, для того, чтобы мне сказали что-то не то. И только благодаря этому я злилась и взрывала, и начинала прыгать. То, о чем он говорил в бизнесе, рывок делала. Я поняла, что я так не хочу такую схему самоорганизации. Я хочу схему самоорганизации, которая будет видеть стратегию моего движения, которая будет направлять меня в определенное русло, когда я буду четко понимать, что идет все по этапу, что если где-то что-то не идет, значит можно видоизменить. Я решила, что я та личность, которая была в школе, которая была забастовщиком. Не хочет больше быть забастовщиком, а хочет быть человеком, знающим себе цену, знающим своим желанием цену, и знающим, куда иду я на самом деле. И именно благодаря этой проектной сессии очень долгое время я просто прорабатывала себя, прорабатывала свой путь и свою схему самоорганизации. В 2008 году тренинг психологии женщины в бизнесе Ирина Бочкарева. Здесь я очень много поняла, что я делаю неправильно по отношению к своей семье, потому что директор дома, директор на работе и директор дома, это категорически запрещено. И очень много пересмотрела, но мне было очень тяжело. Напортачила, конечно, я очень много в своей жизни, наступила на многие грабли, но только наступив, получив пол, вот ты понимаешь, что ты действительно, все равно, как бы мы не хотели учиться на чужих ошибках, мы учимся на своих. С 2002 года по 2008 год я проходила различные психологические тренинги. Это была и Евгения Демидова, это и был этап становления меня как женщины, этап становления меня как человека. И я прощалась с какими-то своими страхами, и я прощалась со своими какими-то неурядицами в жизни. Я настолько много прошла психологических тренингов для того, чтобы вырвать с корнем вот это все, свои обиды, свои какие-то невзгоды и свои неудачи, чтобы просто наконец-то прыгнуть, как говорил Борис Маркович Островский. И специализированных огромное количество школ. Это здесь были и школы по продукту. Когда к нам пришел Инфинум, я обучалась именно, как работает продукция Инфинум. Огромное спасибо Екатерине Калашниковой за ее труд, потому что она нам настолько грамотно, настолько четко рассказала на простом русском языке, как это работает. Это вот действительно нам на самом деле в нашей команде повезло, потому что у нас есть такие уникальные люди, которые могут преподавать. Причем давать эту информацию настолько грамотно и настолько просто, не всем командам повезло. А у нас такие люди есть. И я вообще не медик, я вообще не косметолог. И чтобы я хоть как-то разбиралась, как это работает и подбирала программы, это Екатерина Калашникова. Это однозначно низкий поклон и уважение. Я вообще не визажист. Если бы не Светлана Устратова, я бы, я только люблю красить. У меня чутье какое-то есть. А именно технологию нанесения, сочетания цветовых гамп и всего остального, это Светлана Устратова. И низкий поклон. Я бы вообще никогда этого не знала. Я говорю про вот такие вещи, потому что мы, Светлана и Олег, приглашали к нам на специализированные школы огромное количество специалистов. Это была и Валентина Ильинична Акулова, которая, кстати, она вот когда трехмесячный курс, там была Валентина Ильинична, она нам давала вообще технологию, из чего состоит волос, как он работает, как окрашивается, как моется, как ухаживать, почему есть проблемы. Благодаря Валентине Ильиничне я стала понимать, как работают наши средства по уходу за волосами. Потом приглашали специализированные школы, когда у нас появились биодобавки. Я же в этом вообще ничего не понимала. И у меня есть сертификат из Германии, который я получила о прохождении обучения, повышения квалификации именно по нутрицептике. То есть я, знаете как, я посещала не только обучение, но и семинары, потому что я там пополняла, я смотрела на директоров, я смотрела на драгоценных директоров, на лидеров, которые выступали, которые рассказывали, делились опытом, как они это делают. Я, знаете как, я как та губка, у кого, поставьте мне, пожалуйста, единичку, у кого есть губка для умывания, наш фаберлик. Поставьте единичку, чтобы вот пример привести. Ага, Лена знает, она поймет, о чем я говорю. Если эту губку, во, у Валентины есть, у кого нет, вот попросите у своих близких, или у кого-нибудь, пусть они эту губку вам покажут, или купите для своей любимой, или мамы, или кому, себе купите. Вот если эту губку окунуть в воду, она начинает увеличиваться в объеме. Вот я как та губка, вначале была какая-то сухая, жесткая и непонятно какая. И благодаря этому обучению, благодаря вот этим всем школам, я впитывала, 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 для того, чтобы в конечном итоге эта губка, знаете, как стала такая мягкая, пушистая, замечательная. И это просто потом передавалось, это передавалось, я впитывала и передавала, впитывала и передавала. Это, знаете как, это освоение новой деятельности было на основе вот этого обучения. Это обучение новым профессиям. И вот я слева вам показала фотографии, как мы были на Международной Академии Лидерства. Боже право, это такие воспоминания неописуемые. Это такие люди, которые просто можно было, там такая команда была, это ну просто нереально. Можно было черпать, черпать и черпать. Из нас они шлифовали, знаете как, из алмаза они делали бриллиантов, отшлифовывали каждую деталь. Справа это фотографии, где мы проходили обучение у Светланы Олега Заварухиной. Они были абсолютно разные. И веселые, и праздничные, и где-то серьезные, и замудренные. Мы обучались, обучались и обучались. Мы впитывали, как губки впитывали. Мое применение обучения было таково. Для себя я приняла такой закон. Я получаю знания. Получила знания, быстро передайте знания. Отработала навык, быстро передай этот навык. Навык сложно передать, но показать в тренинге совместного действия. Опустошила сосуд. Быстро наполняй свой сосуд следующими знаниями. И я понимала точно, что учителя только открывают нам двери. Они только показывают, куда мы можем пойти. Дальше вы идете сами. Дальше мы можем идти. Чаще всего, к сожалению, у многих есть такая проблема. Учителя открыли двери, а через порог ученик не перешел. Вот у меня было правило. Не просто получить уровень знания, а перешагнуть через эту дверь и пойти. Идти самой вперед. Идти отрабатывать. И искать новый уровень знаний, который принесет мне результаты. Ну и какой результат привел благодаря этому? Казалось бы, шикарный тоже результат. Но и здесь он меня не удовлетворил до конца. 2 февраля 2008 года открытие первого представительства от компании Faberlic в Миасе официального. 2 февраля 2013 года открытие второго представительства от компании Faberlic в городе Миас. Кстати, обратите внимание, 2 февраля, именно 2 февраля 2000 года я зарегистрировалась в компании Faberlic. Я думала, это знаковые цифры, но даже несмотря на это мне пришлось потом закрыть второе представительство, но и это не страшно. В 2009 открытие двух представительств моими двумя лидерами в Челябинске. Это Дарья Титова и ее лидер Ирина. Они открыли два представительства в Челябинске и сами самостоятельно уже там развивали бизнес. Это было очень круто. В 2011 году поездка в Египет это подарок от компании. Я там встретилась опять с новым уровнем знаний, потому что помимо того, что мы отдыхали, развлекались, мы очень много получили такой огромный багаж знаний. Там я познакомилась с Региной, фамилию скажу, коверкая, простите, Бутвилаускас. Я там познакомилась, подошла к Алексею Геннадьевичу Нечаеву. Там меня впервые Светлана Заварухина давала тему шикарнейшую, впервые меня поставила на сцену и совсем дала мне несколько слов. И тогда небольшое количество директоров и драгоценных директоров вдруг узнали, кто такая Куряча Татьяна. Светлана и Олег все время нас продвигали. Иди, иди, иди. Они все время открывали двери и продвигали. Иди. И мы шли. В 2012 году открытие представительства моим лидером в Карабаше, Юнусовой Альбины. В 2011 году у меня появляется структура в Германии. Мой лидер Тимофеева Надежда выходит замуж и уезжает в Германию. И там начала строить, это первая моя страна, которая у меня появилась в структуре. У меня было ощущение, вау, сердце поет, сетевая жизнь кипит, вот какая-то фотография, где я с языком, такая шкодная, веселая, радостная, все круто, все кипит, все работает, обучение, мероприятия, посещение, путь неимоверный. И казалось бы, вот оно, счастье, и все есть. Но наступил еще один момент. Переворот в мышлении у меня произошел вообще совершенно иной взгляд после обучения и вообще совершенно новой профессии. Это апрель 2012 года, семинар на Кипре, пафос от Бориса Марковича Островского и Александра Попова и Сколкова. Это интенсификация, подготовки, обучение, образование. Я не знаю, зачем я поехала, я просто была влюблена в Бориса Марковича Островского. Ехали мои наставники Олег Светлана Заварухины, ехал Андрей Нидин, Светлана Устратова. Я понимала, что там мы увидим и Гутник, и огромное количество крупных таких людей, которые обожают Бориса Марковича Островского. Мы сможем в кулуарах где-то пообщаться. Это моя была первая поездка за мои деньги. Я не помню, сколько она стоила, но для меня это было очень дорого. И зачем мне была эта тема, непонятно. Но именно вот в этой поездке у меня просто произошло рождение меня другое. Рождение меня как другого лидера, лидера другого масштаба. Я наконец поняла, что я на протяжении всех этих лет, до 2012 года была, я думала, что я руководитель, а оказывается я в роли менеджера. Несмотря на то, что у меня структура большая и все прекрасно, а я продолжаю быть менеджером. То есть руководства и управления как такового нет. Ладно, еще было какое-то руководство, шатковалка, но вот управления мне было никакого. Именно вот здесь, на Кипре, я вдруг начала понимать. Мы, причем, разрабатывали технологии обучения, образования не просто для Фаберлик, а вообще. То есть по сути, по своей, когда Борис Маркович и Александр Попов нам начали говорить в конце, после этого, этой поездки, когда они сказали, что мы буквально вами попользовались, и мы осознанно вас пригласили сюда, мы понимали, что мы не можем прыгнуть, не можем что-то родить, а вы можете дать нам вот это свежее дыхание, свежую струю, и то, о чем вы говорили, это нам дало возможность по-другому взглянуть на наш процесс обучения, образования. А я, слушая людей, которые приехали совсем не из Фаберлик, а преподаватели университетов, преподаватели, там, знаете, как преподаватели высокого уровня, какой-то школы, там известные учителя приехали, и когда мы с ними соединялись, я понимала, боже мой, как не понимает наш социум, потому что мы а-ля сетевой маркетинг преподносим все из своего понимания, а они живут другой жизнью. И вот там у меня действительно очень многое изменилось, в моем мышлении и в осознании, какой я бизнес хочу строить, и как мне с этим работать. Вот это очень для меня была важная поездка. В июле 2012, представляете, в апреле и так вложилось, а еще в июле 2012 тур по Скандинавии на восьмепалубном лайнере Россия, Финляндия, Швеция, Эстония. Мастер-класс от преподавателей Международной Академии Лидерства. Там и был Иволовик, там и был Марк и Софья Атласовы. Но самое важное, что там было общение с такими людьми, как опять же наши любимые наставники Олег и Светлана Заварухина, Светлана Устратова. Мы уже прям как костяк были в этот момент. Мы прям вместе везде и всюду. Но там и были люди другого уровня, из других сетевых компаний, с которыми мы могли поговорить не о том, чтобы переманить к себе в компанию, а о том, какими трудностями они сталкиваются. А иногда вот этот опыт и вот это обучение, оно дает настолько многое, даже гораздо иногда больше, чем просто ты сидишь и кого-то слушаешь на сцене. Здесь идет обмен опытом. Обмен, знаете как, а у меня вот так, а у нас вот так, а у нас вот это. И понимаешь, что нужно сделать. Это было просто нереально. Это была восхитительная поездка, красивейшие места, экскурсии и еще потрясающее общение, еще в придачу эти мастер-классы, которые были действительно очень ценными и очень значимыми. Ускоряюсь, ускоряюсь. После этого происходит у меня событие в моей структуре. Сентябрь 2012-го у меня вырастает новый директор Титова Дарья. И мы с ней едем в Турцию, это подарок от компании. Я не сделала новый статус. Дарья выросла в той же структуре, в которой первый директор у меня был, но директор в тот момент ушел из компании. И структура ее полностью развалилась, и объем развалился. И вот там появилась вот эта звездочка, а теперь потом звезда, и сейчас это действительно не просто звезда, это партнер, это тот человек, с которым мы столько вместе и столько сделали. И это тот человек, которому я доверяю целиком и полностью, потому что где-то мы можем, где-то она мне может сказать, ты не то делаешь. И когда я ей скажу, она понимает, что если я говорю, значит, это на самом деле так. И вот эта поездка опять же с нашими любимыми наставниками. Вы знаете, как круто вообще ездить с наставниками, потому что здесь и Лена Кулешова была, и Юля Капитонова, здесь и Устратова Светлана. Вообще у нас была такая команда огромная. Мы и повстречались с руководством компании. Владислав Дованков на фотографии со мной. Мы и с лидерами, топ-лидерами. Мы надурковались и насмеялись и нашутились. И побывали на огромном количестве экскурсий. Но самое важное, при всех этих директорах поздравляли моего директора. Я просто ревела, я прям ревела в этой ситуации. И тоже было обучение. Здесь тоже было обучение. Это не просто путешествие. Здесь было очень интересное, очень важное обучение, которое тоже привнесло мне вот этот опыт и дало мне возможность по-другому строить свой бизнес. И далее новый этап обучения. Это огромное спасибо компании Фаберлик. В 2012 году она запускает Школу развития человека Фаберлик. И я получаю официальный диплом бизнес-тренера компании. Это встреча с Вячеславом. Ой, господи. С Сундаковым Вячеславом же. Правильно я сказала? Если я ошиблась, поправьте меня, пожалуйста. Это Радислав Гондопас. Это Алексей Геннадьевич Нечаев. И это драгоценные директора, которые тоже давали свои мастер-классы. И это удивительное общение. Я даже по углям там ходила первый раз. Это знакомства, это тренинги. Нас настолько многому научили. Нам настолько много дали. Именно не просто, как работать в Фаберлик. Нам дали то, как мы можем развиваться. И развивать вот то колесо баланса. То колесо успеха, которое нам даст рост. Причем на Школе развития я была трижды. Меня приглашали. Огромное спасибо. То есть меня приглашали. И я ознакомилась с новыми, с новыми топ-лидерами. Я там впервые познакомилась с Русланом Саитумиром и Светланой Нуридиновой. И не только с ними. Там вообще звезды звезд были. Это было просто что-то. Также был обмен опытом. И покой мне только снится. Думаю, что за эти годы я только готовилась к достижению большого успеха. Потому что вот эта фраза на самом деле это моя. Самая большая глупость сделать то же самое. И надеяться на другой результат. Я постоянно думала, как мне прыгнуть. Как мне прыгнуть. Как мне прыгнуть. И как мне сделать уже не просто рост в объемах моей структуры. Но уже и в квалификации. И я поняла, что на этот момент нужно сделать что-то новое. И тогда Борис Маркович Островский, огромное ему спасибо. Он сказал такую фразу. Если ты не знаешь. Я говорю, у меня ощущение, что я как шарик лечу за поездом. Поезд это вообще локомотив. Это компания. А я как этот шарик воздушный бьюсь. А рельсы у меня уже головой бум-бум-бум. Я не знаю уже, что делать. Он сказал, тебе нужно перепрыгнуть через этот поезд. Я говорю, ага. Как я перепрыгну через компанию? Это просто нереально. Он сказал, а ты просто прыгай. И не думай как. Я готовила свое сознание на протяжении всех этих лет. Базу инструментов для работы. Зарабатывала деньги. Потом их инвестировала в себя и в свое развитие. Ведь это самый важный ресурс. Я стала профессионалом в разных направлениях. Я стала предпринимателем и горжусь этим. Это далеко не все, чему я обучилась. И, конечно же, не предел, чему я обучалась. И чему собираюсь учиться и развиваться. Я всегда остаюсь голодной. Слово голодной в кавычках, но на это на самом деле у меня постоянно голод до знаний и до следующего развития. То есть прошел этап, двигаемся дальше. Прошел этап, двигаемся дальше. И тогда на моем пути, благодаря моим сыновьям, они жили тогда в Америке, появился в моей жизни новый учитель, который на самом деле очень сильно изменил мою жизнь. Это второй переворот в мышлении после Бориса Марковича Островского. Иной подход вообще к бизнесу и к сетевому маркетингу. Это было обучение новой профессии. Конец 2012-2013 год. Прохождение тренингов онлайн. Я впервые начала проходить тренинги онлайн у Алекса Яновского. Миллион долларов. Я когда услышала фразу, что он заработал миллион долларов с нуля за два года, я сказала, боже правый, я тоже так хочу. Я хочу. Я понимала, что может быть у меня недостаточно знаний, но я хочу. Сила моей желания была настолько высока, что я просто окунулась в его тренинги. Это первый мой тренинг был мышление миллионера. Это все покупалось за деньги. Это все инвестировалось. Это вот я зарабатывала и инвестировала в себя, я зарабатывала и инвестировала в свою голову, я зарабатывала и инвестировала в свое развитие, я зарабатывала и инвестировала в свое сознание. Постановка, я вам просто зачитаю, какие тренинги я у него прошла. Мышление миллионера. Постановка цели в жизни и в бизнесе. Как при движении набрать скорость. Что такое самодисциплина и мотивация. Круг успеха развития колеса баланса. Код успеха законы вселенной, это он проводил тренинг, шикарный тренинг, господи, тороплюсь, вижу время, тороплюсь, аж забыла фамилию, ладно, потом скажу. Лидерство и управление, но самая важная школа для меня, тренинг для меня был, это высшая школа управления, этот тренинг взорвал мне просто мозг, я просто вкратце скажу, что там происходило. Алекс Яновский набирал две команды, одна команда, те, которые платили больше и он их сопровождал, а вторая команда платила меньше, так как у меня не было такого количества денег, но мы смотрели, как он сопровождает. То есть он сопровождал людей, которые имели сеть магазинов, крупные предприниматели, сеть, которые были руководителями заводов, он их сопровождал на наших глазах. И знаете, что со мной произошло, когда я вот это на высшей школе управления находилась? Я вдруг поняла, что он дает им советы, он их учит тому же самому, чему учат нас наши наставники. Какие процессы есть в бизнесе, какие процессы, как они должны происходить, какой процесс мотивации существует, какой процесс лидерства, руководства, управления. Все то, что мы проходили до этого на уровне сетевого маркетинга, на уровне фаберлик от наших наставников, преподавателей и тренеров, я услышала по-другому, но то же самое, что он дает именно бизнесменам. И тогда у меня вдруг щелкнуло, а ведь сетевой маркетинг это такой же бизнес, как продавать колеса, это такой же бизнес, как завод, это такой же бизнес, как сети. Ну, конечно, со своей спецификой, но это практически то же самое. Это создание процессов, набор команды, набор определенных людей и потом управление этими процессами, то есть организация тех процессов, которые будут приводить вас к более масштабному бизнесу. И вот тогда я задумала более масштабный бизнес и более масштабное движение. И вот здесь вот освоение, мы пошли в освоение интернета, интернет деятельности вместе с моими сыновьями. Они на мне тренировались. Боже мой, что происходило, мне было ужасно страшно, у меня ничего не получалось, но они меня заставляли и толкали. И в тот момент они были учителями для меня, потому что они, я им задавала столько глупых вопросов, но они не говорили, мам, глупые вопросы. Они мне объясняли и говорили, а вот это ты можешь изучить у Олеси Тимофеева, а вот это ты можешь изучить вот у этого спикера, а у этого ты, вот посмотри, пожалуйста, вот этого спикера по интернет продвижению, а вот этого спикера по YouTube продвижению, а вот этого спикера вот это. И они меня просто направляли на те вебинары, на те тренинги, которые я покупала или которые я проходила бесплатно, но я просто отрабатывала и уже более-менее начала понимать, что нужно делать с самим компьютером и что нужно делать именно в интернете. 2013-14 год развитие личного бренда у нас началось, они на мне все это отрабатывали. Создание блога, создание статей, обучение создания статей, потому что писать статьи я не умела, копирайтики я их не умела. Меня научили вначале копирайтили сами сыновья, потом наступил момент, когда уже копирайтики ничего не нужно было, ничего править не нужно было. Они говорили, мама, супер, все круто, ты пишешь статьи, уже очень здорово. Это видеообучение, создание видеообучения, сколько времени я в это вложила, это кошмар был. Это действительно я загнала себя в армию, я просто два года была как это, не знала, куда приткнуться, потому что мне было очень тяжело, но я хотела это изучить. Создание воронок и системы вовлечения и удержания в этих воронках, создание курсов, каждый от 10 до 18 часов записи. У меня было создано вот 7 курсов, 5 простых шагов к увеличению вашего дохода в МЛМ, он самый короткий. Второе, прорыв мышления как ключик к достижению успеха. Это, представляете, вот эти все курсы я записывала, и каждый курс, это своего рода я вроде обучение давала, но я обучала сама себя, потому что я видела, как я стою, я видела, как я говорю, я видела, во что я одета. Я просматривала видео, стирала его и записывала заново. Я перелопатила огромное множество всех тетрадей, в которых у меня было, у меня, знаете как, у меня есть шкаф тетрадей, которые я получила уровень знаний на протяжении всех этих лет. Я доставала эти тетради, перерабатывала информацию, соединяла несколько тетрадей, так, это одна тематика, несколько тетрадей, это другая тематика, несколько тетрадей, это третья тематика. Я собирала все листы, которые у меня были распечатаны, я их соединяла в единое, добавляла свой опыт и создавала вот эти курсы. То есть получилось у меня вторичное обучение, точнее окунание туда, в тот процесс, но уже с другими мозгами, с другим видением бизнеса, с другим видением и пониманием, как нужно делать. Итак, 5 простых шагов к увеличению вашего дохода в МЛМ. Прорыв мышления как ключ к достижению успеха. Таинство парфюмерии или ароматы, которые приносят деньги. Как сформировать мощные лидерские структуры для профессиональной деятельности в МЛМ всего за 65 дней. Вот этот курс мне дался намного сложнее, но это тот курс, который я просто вспоминала. Что же делала я тогда, что у меня это получилось? Что же мне давали мои наставники, учителя, что у меня это получилось? Что же я передавала своим людям, что у меня это получилось? То есть это перекладывала полностью вот на этот курс. Следующий курс, это уже создали сыновья на моем опыте. Система монстр, автоматический рекрутинг консультантов и клиентов в МЛМ через интернет. Следующий курс, трансформация себя в МЛМ бизнесе, потому что много начали писать люди, задавать вопросы. Таня, все смотрим, все нравится, не знаем, как прорваться, как ты прорвалась на Борисе Малковиче Островском. И поэтому я вот такой курс создала. Потом следующий курс был секретная формула высоких доходов и Берли. И помимо этого огромное множество было обучающих форм. У меня теперь написано огромное количество тетрадей, потому что когда, прежде чем давать какое-то обучение, я проходила новые обучения, я читала новые книги. У меня прочитано такое количество книг, громадное, просто нереально громадное количество книг. Я прошла такое количество обучения, чтобы действительно каждый мой урок был особенным. И это вот был блок. После этого мой интернет-результат просто взорвался. Мы хотели, но мы не ожидали. Начался поток новичков ко мне лично. Появились консультанты из других стран. Вот как раз карта, где появились мои консультанты. Появилось много отзывов благодарности мой адрес. Появилось много антиотзывов обменений меня, что я не то говорю, не то делаю, не так делаю. Но я все равно продолжала это делать. Я понимала, мне хочется вырасти. Я хочу помочь своим людям, чтобы они тоже выросли. Поэтому я не обращала внимания на антиотзывы. Я просто понимала, что я не буду останавливаться ни при каких обстоятельствах. Я буду идти только вперед. Потому что дверь открыта, нужно идти. Следующая дверь открывается, нужно идти. Опять дверь открывается, опять нужно идти, 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 идти. И не останавливался. Появилось осознание, как строить бизнес именно через интернет. Я понимала, что это очень трудно, что одно дело общаться с людьми, другое дело, они придут, и что я им дам? С каждым не наговорюсь. Количество людей увеличилось. Боже право, я схватилась за голову. И мы приняли решение создать проект для структуры Faberlic Project. То есть мы с сыновьями вначале решили, потом мы объединились в команду. И вот здесь вот уже произошло создание интернет-проекта Faberlic Project. Мы собрали весь наш уровень знаний, весь. Все, что знала Дарья, все, что знали Алексей, Павел и Максим, все, что знала я. Очень много еще доучивались. Мы все это собрали, скомпоновали в единое. В 2014 году мы в Пятером с командой я, Дарья Титова, Курячий, Максим, Алексей и Павел, мы погрузились на целый год в создание нашего проекта. Придумывали каждую деталь. Систему рассылок, систему обучения, система входа и проверок, систему поощрения и мотивации и многое-многое другое. Полгода, после того, когда мы это уже подготовили, этот материал, полгода мы наполняли контентом наши сайты. Обучающий сайт для структуры, обучающий сайт для новичков, рекрутинговый сайт для каждого члена нашей команды. В сентябре 2015 года мы официально запустили наш закрытый обучающий сайт для партнеров, новый проектный сайт с готовой системой интернет-рекрутинга. Но сайт для новичков мы дорабатывали, мы его еще пока не запустили. Запустили и начался наш рост и развитие структуры. У нас на самом деле, прям вот как помните, я говорила, как маховик, он прям скрипучий, как ржавый. Начал движение, 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 движение и движение. Я не буду вам рассказывать про достижения моих директоров, потому что каждый из директоров это просто звезда. Это Дарья Титова, это просто, вообще это просто уникальнейший человек. Ваня Нанеля, которая пришла в нашу команду именно на этот проект, это просто уникальнейший человек. Мои сыновья, сыновья Алексей, Павел, Максим уникальнейшие люди. И они в статусе не просто директоров, а уже Максим подтвердил звание серебряного директора и получил уже бонус. Павел, звание старшего директора, Алексей, звание директора и уже этап у него на старшего директора. Неля Ванина на старшего и Дарья Титова на старшего. Я вам скажу просто про себя. Я понимаю, что вы устали, извините, что я вас задерживаю. Спустя 6 месяцев после запуска в марте 2016 я открыла квалификацию серебряного директора с групповым объемом 14500 баллов. Это первый объем был. С объемом личной группы помимо моих директоров 8000 баллов. Через еще 8 месяцев в ноябре 2016 года новая планка взята. Квалификация золотого директора с групповым объемом 25000 баллов. С объемом личной группы помимо моих директоров 8000 баллов. А еще через 3 месяца, в феврале 2017 года, я открыла квалификацию Рубинова директора с групповым объемом 36500 баллов, с объемом личной группы, помимо моих директоров, 7100 баллов. Все благодаря интернет-проекту Faberlic Project и нашей дружной команде и совместным действиям. Помните, вначале я ставила видео про команду? Команда – это один из самых ключевых вообще этапов бизнеса. Если есть команда, вы понимаете, что у вас всегда есть люди, которые могут не просто вас поддержать, но в какой-то ситуации даже заменить и где-то показать, что вы идете, например, не по правильному пути. И это те люди, которые, те профессионалы, и вам не нужно доучиваться тому уровню знаний, который вы не знаете. Вы можете вместе просто делать и творить чудеса. Это только история про меня, а не про моих звезд. Вчера одна звезда моя, Дарья Титова, рассказывала про себя. И это только самое начало, начало пути. Этот год был, да, немножко посложнее, но я вижу, как мы набираем вновь обороты. И скажу несколько слов про особых учителей в моей жизни, которые кардинально ломали мою жизнь. Ломали в хорошем смысле этого слова. Ломали для того, чтобы я на этих поломках... Знаете как, для того, чтобы построить высотный, красивый дом, красивейший, нужно обломки старые разрушить, сломать, оставить... Не поворачивали, а ломали, знаешь, как свет. Нет, не то, что вы говорили, ты делаешь не так. Нет, вы просто мое неправильное понимание меняли, направляли, а у меня происходила ломка. Она вначале была болезненной, потом я понимала, что это ломка, когда, знаете, ну это в хорошем смысле ломка. Я начинала понимать по-другому, то есть как будто бы было ощущение, что мой тот мозг убирали в сторону и ставили совершенно новый мозг с своими целями, с новыми желаниями. И таких переломных моментов в моей жизни было именно четыре. И именно четыре учителя, ну не четыре учителя, а четыре вот, да, преподавателя, две семейные пары и просто которые именно кардинально изменили мою жизнь и мой бизнес. Первые учителя и на всю оставшуюся жизнь это Заварухина, Олег и Светлана, которых я безмерно люблю, которым я безумно благодарна. Потому что если бы не они, не знаю, справилась я или нет. Это Марк и Софья Атласовы, которые дали первые понимания, что такое сетевой маркетинг и что это гордо. И первые те понимания, как правильно делать и очень красиво делать. И их команда, которая именно Международная академия лидерства, которая работала с нами. Это Борис Маркович Островский, который проводил вот эти все проектные сессии и ломал наши души, ну ломал два блага и потом восстанавливал их для того, чтобы мы создали что-то великое. Прямо безумно хочу еще с ним увидеться. Очень надеюсь, что Светлана когда-нибудь пригласит его к нам. И это Алекс Яновский, который вдруг показал, что МЛМ это такой же бизнес, как все остальные. Давала себе вопрос, как бы ты сейчас жила, если бы не Фаберлик, кем бы ты была, чем бы занималась, кто окружал бы тебя. Конечно, Свет, это она, конечно, Светлана, на каждом пути вообще моего становления я на эти вопросы отвечала себе. Потому что если бы не Фаберлик, возможно, я так бы и работала бы на заводе. Если бы не Фаберлик, возможно, я так бы и работала, потому что бизнес у мужа остался, этот магазин остался, но я бы, наверное, там также и работала. Или если бы я не пошла в путь именно Фаберлик, то я, может быть, по чьим-то началам бы так бы и была. Ну, пусть была бы директором гастронома, но все равно хозяева были бы надо мной. А в данный момент, благодаря Фаберлик, со мной рядом партнеры, коллеги, учителя, люди, которых я люблю, которых я ценю, потому что именно сетевой маркетинг дал мне возможность быть с лучшими из лучших рядом. Отказаться от тех, которые тянут меня на дно или тянули на дно, жить в унисон со своими желаниями, стремиться достигать и понимать, что это не предел. Не думать о том, когда будет у меня в каком возрасте пенсия и сколько я там буду зарабатывать, потому что, ну, будет пенсия, ну, прекрасно, ну, добавится мне какая-то сумма, ну, почему бы нет, ну, в любом случае, какие путешествия Доминикана, Кипр, в Турции я была пять раз в разных местах. Вот в Скандинавии еще была и еще где-то я была, где-то я еще была, я не помню, но в Турции я была пять раз в разных этих местах, это однозначно. У меня получается, по-моему, восемь стран, восемь стран, но я уже не помню, я просто одно могу сказать, что я благодаря Фаберлик каждый год один или два раза путешествую за рубеж. Вот этот год я не была за рубежом, но я была в Сочи, мне этого, в принципе, было достаточно, потому что был этап отдыха, и сейчас, ну, да-да-да, Швейцария, Финляндия, Эстония, Питер, да-да-да-да-да. Да, Балтийский круиз у нас был, а это же тоже странно, мы же были в каждой стране, мы же ездили на экскурсии, мы видели города и смотрели там. Ближайшие, ближайшие я не говорю за рубежи, потому что я была на Украине, я жила в Казахстане, я была в Белоруссии, то есть ближайшие за рубежи я не считаю. Я была в Кёнигсберге, а это тоже как своего рода, как Германия, во Франции не была очень, хочу побывать, в Италии не была, мечтаю в эту поездку, которая будет в Италии, прям мечтаю, хочу попасть. Важно другое, важно, что каждый учитель, который приходил в моей жизни, даже самый маленький учитель, даже тот, который мне говорил, у тебя ничего не получится. Даже этот учитель давал мне толчок для прыжка, для того прыжка, чтобы всегда двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Фраза «новые цели, новые планы, новое образование» для меня я его обобщу. Наступил момент, когда мне нужно реформироваться, когда я понимаю, что мне нужно пройти определенное обучение, определенные тренинги по бизнес-принимательству, и у меня есть уже нацелены задачи, уже приобретаю несколько курсов, которые буду проходить в онлайне, именно чтобы организация бизнес-процессов, вот это направление мне нужно очень хорошо отработать себе дополнительно стратегическое развитие и масштабирование своего бизнеса. Я планирую уже, курс у меня есть, на который я нацелилась. И Светлана Устратова ездила в этом году на марафон в Сочи, в следующем году я уже запланировала эту поездку на марафон бизнес-предпринимателей, потому что хочу находиться рядом с теми людьми, которые не просто с нами в Фаберли, а которые мыслят по-другому. Потому что рядом с ними я по-другому начинаю смотреть, я уже это просто заметила. Люди высокого масштаба, они дают какой-то толчок и другой взгляд на собственный бизнес, и тогда происходит прорыв. Я просто после поездки в Сочи в этом году на фестиваль и после прохождения марафона у огромного количества шикарнейших спикеров, тоже было обучение вот буквально недавно, я поняла для себя, что вот эта фраза как раз про меня. Вся твоя жизнь на 90% зависит от тебя самого и лишь на 10% от обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя. На самом деле мы можем менять те обстоятельства, мы можем усиливать те обстоятельства и улучшать те обстоятельства, которые нас окружают. Поэтому начинается путь у меня именно бизнес-предпринимательства в компании Фаберлик и акцент на то, чтобы реформация, дополнение определенных, не просто бизнес-процессов, а определенного направления в бизнесе, потому что понимаю, что когда создаешь что-то, оно через какое-то время начинает утихать. И для того, чтобы у тебя произошел новый скачок, нужно опять прорваться и создать что-то новое, дополнительное к той базе, которая уже была. И дальше истории наши продолжаются, и дальше наши директора будут вам рассказывать свои истории и роста, и создания структур. Поэтому приводите свои команды на такие мероприятия, на такие вебинары, потому что в каждом мероприятии следующий спикер... О, Александр Лысенко! О, мой наставник любимый! В понедельник будет давать старителлинг. Приводите людей, потому что то, что знает Александр, те секретики, которые он давал... Кстати, про него скажу пару слов. Я, когда поняла, что он мне может дать очень многое, я делала такой хитрый ход. Он не мог приезжать постоянно, чтобы я сидела и полностью количество времени посвящать мне, поэтому я делала такой хитрый ход. У меня всегда была толстая тетрадка, заведенная, она так и подписана, Лысенко Александр. «Саша, если ты здесь, то я тебе открываю этот секрет». Я ему звонила, задавала какой-то вопрос, и на этот вопрос он начинал говорить. И я настолько, видимо, задавала интересный вопрос, что в конечном итоге он мне давал полностью эту тему по этому вопросу, и я там могла задать дополнительные вопросы. А в это время у меня лежала тетрадка вот эта толстая, которая называлась «Мой наставник Лысенко Александр», и я там написанный вопрос, определенная тема, и я за ним штудировала и все это записывала, а он не знал, что я ловила вот этот момент удовольствия для того, чтобы знать намного больше и стать профессионалом. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, задайте буквально одну минуточку, и я закончила. Приходите на обучение, учитесь, ловите эти моменты и становитесь профессионалами для себя и для своих команд. Это действительно дорого стоит. Спасибо вам большое.